Значение каждой буквы и слога в мужском и женском имени. Первая и последняя буквы имени отчества или фамилии, сочетание гласных и согласных букв имени, отношение букв алфавита к стихиям первоэлементам. Несут такую же информацию, как и в обычных словах. Через что и так это будет проявляться в жизни человека определяется смыслом каждой буквы имени и порядковым номером этой буквы в имени человека. Первая буква имени – это первая проблема, связанная с самоопределением и самоутверждением человека, его первый экзамен на самостоятельность. Последняя буква имени показывает ахиллесову пяту человека, носящего это имя, это слабое место, надо научиться прикрывать. Отчество связывает человека с его родом, поэтому первая и последняя буквы отчества связаны не с самим человеком, а с проблемами, которые передаются ему от предков, особенно по отцовской линии. Мужчинам лучше иметь больше гласных в имени и лучше, чтобы гласная буква была первой. Сколько слогов в имени, отчестве и фамилии человека, столько этапов в программе. Один слог – вся жизнь человека будет вести его к одной единственной цели Ким Тит. Женщина, носящая имя, состоящая из двух слогов, уверенность в жизни приобретает только тогда, когда есть близкие люди, которые их направляют Алла, Анна, Нина, Герда. Трехэтапное имя больше подходит для мужчин, оно подчеркивает мужскую силу и значимость, дает мужчине возможность несколько раз изменяться. В жизни приспосабливаться, дает способность адаптироваться к любой обстановке, выходить сухим из воды. Репутация такого мужчины остается безупречной. Владимир Геннадий, Вячеслав Константин. Женщинам трехсложное имя дает право руководить другими людьми, считать себя правой. Такие женщины нередко хотят поменять спутника жизни. Им следует научиться не вторгаться в жизнь других людей, не стараться их менять, переучивать. Саму женщину с таким именем переучить невозможно. Евгения, Светлана, Татьяна, Тамара, Тайсия. Женщина должна меняться, вносить коррективы в программу жизни только раз после замужества. К женщинам трехступенчатое имя притягивает критические ситуации и события, когда приходится не просто совершать какой-то выбор, а рубить по-живому. Потом они восстают из пепла, так как трехсложное имя все же дает женщинам большие силы. Имя, состоящее из четырех слогов, резонансное, зависит от первичных усвоенных привычек правил этикета. Тут женские и мужские имена находятся в одинаковом положении, сформированной средой. Большую роль играют друзья, знакомые, те люди, которые человека окружают, они оказывают влияние на его изменения, Владислав и Пантелеймон. Женщины с пяти сложными именами могут выступать в качестве учителей или пророков, что рождает в их жизни массу проблем Олимпиада. Истинно мужское имя должно состоять из пяти слогов, истинно женское из шести, высшее имя и семи слогов.